Раннее июльское утро. Воздух наполнен свежими нотками хвои, которые так редко можно услышать в городах и мегаполисах, разве что перед новогодними праздниками. А между тем, запах хвои очень полезен для здоровья. Наряду с хвойными ароматами, воздух в таком лесу наполнен полезными фитонцидами, биологически активными веществами, которые при попадании в организм способны справиться со многими микробами и вирусами. Пока летнее солнце не выгнало утреннюю прохладу, отправляемся на тихую охоту для сбора излюбленного многими лакомства белого гриба, благодаря обильным осадкам, порадовавшего в этом году ранним урожаем. При хорошем раскладе в августе месяце можно рассчитывать и на второй урожай. Буквально с первых шагов захватывает азарт. Ощущения очень схожи с рыбалкой или охотой и многократно усиливаются с каждой новой находкой. Охотникам и рыбакам должно быть знакомо это чувство, подарок наших предков, за многие годы закрепившийся на генном уровне. Первый заход удался, корзина постепенно наполняется аппетитными боровиками. В одной белые постарше и побольше, в другой – отборные плотные боровики, как с картинки. По всей видимости, это относительно молодые грибы, которым всего несколько дней. Как гласит народная мудрость, кто рано встает, тому Бог подает. Со словами этими спорить сложно, да и результат раннего подъема в виде мясистых боровиков говорит сам за себя. Помимо всего прочего, бродить в прохладном лесу – одно наслаждение. Но это если не брать во внимание полчища кровососущих комаров, возникающих внезапно и из ниоткуда. Пока идешь или обдувает слабый ветерок на каком-нибудь пригорке – терпимо. Но стоит присесть, чтобы срезать белый боровичок, как тут же над головой начинает кружить целый рой длинноусых. Вот и получается, что плата за грибы, помимо финансовых затрат на дорогу, многочисленные укусы, чешущиеся с неистовой силой. Еще неделю после поездки заживали комариные укусы, а в ушах и того дольше стоял противный и назойливый писк. Балетус эдулис – таково латинское название боровика или белого гриба, сокращенно «белый». Происхождение названия «боровик» часто привязывают к местности, где в основном произрастает этот лакомый деликатес. А вот с названием «белый» все очень запутано. Считается, что в старину грибами называли только съедобные грибы, но в наибольшей степени это относилось к белому грибу, как к наиболее ценному. Он имеет белую мякоть, которая не теряет цвета даже после сушки, оставаясь изысканным лакомством и нарядным блюдом к столу в любое время года. Боровик отлично хранится в сушеном и замороженном виде в течение года, а порой и того дольше. Где же произрастает белый гриб? На этот вопрос ответ однозначен. Белый предпочитает леса с маховым или шайниковым покровом, с возрастом деревьев более 50 лет, но наибольшие урожаи наблюдаются при возрасте леса от 20 до 25 лет. В лесах моложе белый гриб селиться не любит. Почвы предпочитает песчаные и глинистый, не переувлажненный. Оптимальными условиями массового появления боровика в июле и августе месяцы считается период после кратковременных гроз с дождями и температурой от 15 до 18 градусов Цельсия. При этом не должно наблюдаться больших перепадов дневных и ночных температур. Белый – довольно чувствительная натура. Тихая охота в полном разгаре. Помимо того, что нужно обладать хорошим зрением, чтобы разглядеть добычу издалека, в этом деле не менее важно внимательно смотреть под ноги. Бывает такое, что дважды ходишь в одном и том же месте и находишь новые экземпляры, хотя, казалось, проверил каждый метр вокруг. А еще частенько любит боровик скрываться под толчей хвои и шишек, слегка выглядывая наружу. С прикрытой стороны его не разглядеть, лишь небольшой бугорок. Именно поэтому длинная палка – атрибут грибника. Увидел бугорок, подошел, ковырнул его палкой. С каждым заходом полнятся корзинки грибами. Хожу по принципу тяжела ноша, возвращаюсь в базовый лагерь. Пересыпаю добытое в корзину. Если чувствуется голод, утоляю его небольшим приемом пищи и кружечкой ароматного наваристого чая. Тихо в сосновом лесу, ни души. Бывалый грибник знает, что охота на белого имеет свои особенности. В частности, белый, гриб компанейский, произрастает кучками. Поэтому в среде грибников существует правило – нашел боровик, не торопись покидать полянку. Походи вокруг, не торопясь, присмотрись. Наверняка найдешь неподалеку еще. Знаменит боровик и своими рекордами. В 60-х годах прошлого столетия в России был найден белый гриб весом более 10 килограмм с диаметром шляпки 58 сантиметров. Поистине, гриб – великан. Конечно, такие экземпляры уже непригодны в пищу. Ценятся относительно молодые грибы с плотной структурой. Такие боровики в корзинку компактно помещаются и очень редко попадаются червивыми. Тяжело лесным вредителям вгрызаться в плотную мякоть белого гриба. На славу удалась сегодня тихая охота. Жаль, не удалось выбраться неделькой-другой раньше, когда начался первый урожай молоденьких боровичков. Тем не менее, одну корзинку молодняка собрать все же удалось. В двух других боровики постарше, но тоже плотные и вполне пригодные для сушки и переработки. Впереди долгий путь домой, несмотря на искусанные руки, шею и лицо, настроение от состоявшейся вылазки по грибы на высоте. Легкие еще долго будут помнить ароматные нотки хвои, а в памяти еще несколько дней будут всплывать прячущиеся шляпки боровиков и надоедливый писк бесконечного полчища кровососущих, будто бы стерегущих изысканное во все времена лакомство – благородный белый гриб. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok